Добрый вечер, здрасте. Мы немного неуверенная команда. Ну как, нас на самом деле 27 человек, но не постеснялись только мы втроем. У меня микрофон, я вообще самая оторваю. Но для тех, кто только что включил свои телеприемники, я напомню, это КВН, юмор, премьер-лига. Не надо никакие деньги переводить смс-ками. Сейчас будем показывать шутки. Для начала представимся. Вот это Егор. Он такой стеснительный, что живет в тайне от родителей. Это Алина. И глядя на нее, можно подумать, что все плохо. На самом деле, да. В школе Алину обзывали Алиной, потому что она больше никак себя не проявляла. Но у меня не очень яркая жизнь. Недавно гадалка взяла мою руку, чтобы предсказать будущее. И что-то закемарило на ладошке. Мы не знали, как тут в зале со звуком. Постеснялись спросить, поэтому взяли нашего звукотехника сразу с собой на сцену. Он там посидит, поиграет. Но, как вы поняли, Миша Барт. Однажды он досмотрел костер до конца. Но там концовка немного предсказуема оказалась. Он тупо замерз. Так как мы не уверены, команда нам в университете человека дали для самоутверждения. Это что за покемон? Это Ваня. Ну, у всех же в школе был человек, над которым угорали там толстый, или длинный, или ушастый. Ну, Ваня, это прям комбо. Прям похожий сын всех этих троих. Но, несмотря на это, Ваня человек в тренде. У него прическа Дональда Трампа и тело ждуна. От него скрывается военкомат, потому что, мало ли, что это такое вообще. Ну, и вообще, Ваня показатель того, что крещение еще ничего не гарантирует. Блин, как бы его прогнать? Ваня, там за кулисами бог красоту раздает. Да, Алина, это шутка. Да как шутка-то опять? Ну, смешно. Ну, вы не подумайте, у нас как бы и номера есть. Вот, например, пародия на Кадырова. Рамзан Кадыров проверяет, кто не поставил лайк в инстаграме. Ну, там не прям пародия. Я как бы... Не совсем похоже его снял. Иногда даже винокур проскальзывает. Но там правда смешно. Я после игры текст могу распечатать, кому интересно. Но, несмотря на то, что мы неуверенная команда, у нас очень активная социальная позиция. Вот, когда была прямая линия с президентом, я тоже вопрос задавал. Специально для этого даже в Томск ездил. Вот, внимание на экран. Томск, у вас еще один вопрос. Добрый день, моя главная. Здравствуйте. Кстати, эфир премьер-лиги будет летом, но там у нас будет серьезный конкурент. Еще одна неуверенная команда будет участие в Кубке Конфедерации принимать. Ну, те ребята, в отличие от нас, в юморе давно. В семье один был и не думал, не гадал, Что батя вдруг захочет материнский капитал. Запахло сестрой. А, женщины, это не подземный переход, это КВН, мы так выступаем просто. Наконец-то. Что случилось, Егор? Да утром колбасу ел, в зубах застряло. Вот только сейчас вытащил. Вообще, за нас в университете очень волнуется, поэтому приставили еще к нам человека поуверенней. Леша, это что такое? Алина, это грудь, короче... АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, короче, это Денис, он по документам реквизит, чтобы он не зря выходил. Покажем с ним номер. В фитнес-центре. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спину ровнее держи. Чего? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я инструктор, мы же с вами репетировали. Ты инструктор? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну да, я мастер спорта. По шахматам? АПЛОДИСМЕНТЫ Не договаривать эту информацию. Да, инструктор, не хотел бы я иметь такое тело, как у тебя. Ну, вот видите, работает. Ну, скажи мне, инструктор, правильно я бицепс делаю? Да я никого не осуждаю, как бы делайте, как хотите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Может, ты мне еще подскажешь, какой партин мне взять? Этот или этот? Ну, я думаю, этот, там, как бы, огня больше нарисовано. Ну, дизайнер же хотел этим что-то сказать. Ты какой-то бесполезный. Пойдем, я, может, на тебе удары поотрабатываю. Удары? Не, вы выберите один, я сознание быстренько потеряю, и все. Ты вообще хоть что-то можешь? Подстраховывать? Ну, давай, подстрахуй. Храни вас Господь. Че? 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 Ну, несмотря на то, что мы неуверенная команда, мы настроены на этот сезон, ну, вот прям очень решительно. Вот даже клином встанем сейчас. Отойди туда чуть-чуть, ты тоже. Ведь мы представляем Сибирский федеральный университет. Самый крупный вуз за Уралом, где учатся около 40 тысяч студентов. А самые веселые мы. Если мы вылетим с премьер-лиги, то моя мама приедет сюда и будет разбираться, почему. Вам оно надо вообще? Также, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к моим одноклассникам, а именно к Маше Остовской. Че, видала овца, какого кренделя потеряла? Так-то, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ